Информация о Galaxy S8, свежий Android Oreo, рендеры Xiaomi Mi 6, ну а также клавиатура для нового iPad. Ну а я Макс, всем привет! И сегодня у нас 20 марта. Samsung Galaxy S8 протестировали в бенчмарках. Во-первых, смартфон протестировали в Antutu, где он набрал самый большой результат на сегодняшний день. 205 тысяч баллов. Ну а также его протестировали в Geekbench, где смартфон сравнили на разных процессорах. Snapdragon 835, который будет только в версии для США. И Exynos 8895, который будет установлен в остальных аппаратах. И в этом тесте смартфоны равны с незначительным перевесом в сторону процессора от Samsung Exynos. По тестам Geekbench он набрал 1978 баллов в одноядерном режиме и 6375 в многоядерном режиме. Google в скором времени покажет свой новый Android 8. Показать его должны на конференции разработчиков, как и в прошлом году. Конференция пройдет с 17 по 19 мая. Называться данная система будет, как уже всем известно, Android Oreo, в честь известных американских печенек. Да и напомню, это всего лишь будет презентация. А саму систему на смартфонах мы увидим, предполагаю, к сентябрю. Может быть, чуть раньше. И известны некоторые нововведения в системе. Это, во-первых, картинка в картинке, распознавание адреса для карт Google, динамические иконки. Последняя известная информация о смартфоне Xiaomi Mi 6. На данный момент в сети появился первый рендер, смартфон на котором, скорее всего, имеет корпус из керамики. Хотя это может быть и металл, покрашенный в глянец. Также предполагают, что стоимость смартфона будет около 300 долларов за 64 гигабайтную версию. А за 256 гигабайт стоимость будет 400 долларов. Также появилось фото, где изображена версия с 6 гигабайтной оперативкой и процессором 2.7 ГГц. Вероятно, это будет Mediatek Helio X30, либо QL-Comp Snapdragon 835. Опять же, надеюсь, что это будет второй вариант. Новинка должна появиться в продаже не раньше мая. Новый патент от Apple для клавиатуры для iPad. На изображении показана внешняя клавиатура для планшета, которая будет иметь ровную поверхность с изображением кнопок на ней. И будет использоваться как клавиатура, а также трекпад. Переключаться на клавиатуру, либо на тач, можно будет с помощью свайпа. При использовании клавиатуры, чтобы ощущать нажатие, будет использована технология наподобие 3D Touch в айфонах. То есть вы будете ощущать толчки при нажатии на клавиши. И это будет имитировать нажатие. Ну а на этом всё. Спасибо за просмотр. Ну а также пишите, если нужна помощь в выборе смартфона. Удачи и пока!